Еще раз, обращайте внимание на логику производителей контейнеров, которые эти контейнеры выпускают. Вы видите, в последнее время все начали уходить в более высокий контейнер. Это связано в том числе и с этим. По фибазорбу, Татьяна Васильевна, извините. Уже таких проблем нет с промачиванием торфа. Весной это беда. Без фибазорба мы никак не обойдемся. Я ошибаюсь, что дальше я отказываюсь от него. Дело не в нем, но я просто стала отказываться со второй половины июня. Вот такие вот наблюдения, но я не уверена, что я права. Татьяна Васильевна, здесь то, что связано с дождями, не скажу. У нас другая проблема. У нас дождей нет, поэтому у нас пересыхание, вероятность пересыхания у нас гораздо больше. Поэтому фибазорб нам нужен. А вы уже дальше, да дальше вы профессионал не меньше меня. То есть, каждый питомник в своем месте выбирает то, что нужно ему. Вот вы для себя сделали такое открытие, а я себе возьму на заметку. Поэтому я считаю, что показатель – это тот результат, который мы получаем в конце. Если ваш результат и по приросту, и по декоративности выше вы получаете, чем с применением фибазорба в этот период, значит, вы на правильном пути. Только так. У меня тот же вопрос, только в зимнее время. Может влиять отрицательно. То есть, у нас, мы живем на юге, у нас бесснежные зимы, в основном исключение это. Осадков очень много. При использовании фибазорба, но это тоже мои предположения, будет переувлажнение грунта. Тоже вот такой вот вопрос как бы в голове стоит, стоит ли его применять или нет. Я вот согласна с Татьяной Васильевной, но у меня тоже многолетники. Смотрите, я вам говорил о том, что… Многолетники. Я вам говорил о субстрате, который вы используете. Мы используем субстрат, опять же, здесь, наверное, я был неправ, когда начал, не дал такую поправку. Значит, все зависит от того, какой субстрат вы применяете. И все зависит от системы полива, которую вы применяете. Если у вас вода более жесткая, то логично, что вам нужно сократить количество поливов. Правильно? Потому что с каждым поливом к вам будет поступать определенное количество солей жесткости. Кальция, магния. Правильно? И мы получим уже субстрат засоленный. Поэтому здесь, в данном случае, если у вас вода жесткая, применение фибазорба я считаю оптимальным. Потому что фибазорб позволит вам при оптимальном количестве воды насытить субстрат водой и дальше еще позволит равномерно его распределить. Вопрос не о удержании воды в субстрате, вопрос о насыщении воды субстратом. А поскольку торф, он является, вода из него уходит по действиям гравитационной влаги, по силам гравитации очень легко, то особо не задерживается. То, опять же, в верхней части вашего субстрата и в нижней части вашего субстрата в контейнере у вас будет разное увлажнение. Верхняя часть пересохшая, вы же сталкивались все с этим. Если у вас пересыхает верхняя часть, которая становится абсолютно гидрофильной, что у нас происходит? У нас происходит просто торф, влага у нас стекает с этой части, с верхней, и дальше она идет вдоль контейнера, вдоль сена контейнера, и дальше найдет дренаж. С этим сталкивались? С этим сталкивались. Это надо как-то побеждать, надо как-то побеждать. Вот фибазорб – это смачиватель, который помогает избежать неравномерного увлажнения. Только с этой точки зрения его рассматривать. Также еще на что хотел бы обратить внимание. Смотрите, при разложении азотными бактериями торфа образуются гуматы. И вот гумат магния, гумат кальция, он менее подвижен, гумат магния, он более подвижен. И он уходит, и магний у нас вымывается в нижнюю часть, выщелачивается, и по магнию мы получаем голод. И вот здесь я хотел бы обратить внимание сразу же на реакцию производителей субстратов. То, что в литературе давно я встречал, это применение микромакса. Еще применение микромакса. Ну, знаете, это микроэлементы, которые состоят из микроэлементов. Вот, и также еще с количеством оксида магния, увеличенное количество оксида магния у него. Производители субстрата что сделали? Они, я не знаю, они сделали какие-то добавки туда, которые позволяют этим микроэлементам задерживаться в субстрате чуть ли не до 16 месяцев. То есть, за счет чего я не знаю, но микроэлементы задерживаются до 16 месяцев. И вот то, о чем я говорил. По магнию получается в субстрате голод у нас, дефицит магния в торфяных субстратах происходит. Они отреагировали моментально, добавили магния в этот субстрат. То есть, еще раз, нужно отслеживать то интересное, что делают производители. У них есть и возможности, и все остальное регулировать, вносить регулировку в состав. Так, дальше, значит, что еще я хотел. Так. Ага, вот еще, что я хотел. Извините, пожалуйста. Вопрос был по применению биопрепаратов. Как применять, какие применять. То есть, для черенкования. Да, да, да. То есть, интересно вот это тоже. Смотрите, 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 по составляющей. Значит, ну, по черенкованию, на сегодняшний день я считаю, что в России по черенкованию лучше всего отработано. Это у Татьяны Глебовны и у Глеба Вашутина. Вот, черенкование именно они давно занимаются. И они отработали, и они привлекали специалистов там различных. Значит, Глеб давал рекомендации. Значит, они используют трихоцин. Это на основе триходермы. Значит, для борьбы с корневыми гнилями и профилактики корневых гнилей. Вот. Значит, как применяют его они? Они дают возможность, они вносят его в субстрат. Вот. И далее они еще этот субстрат отстаивают, отстаивают там в течение двух недель. Ну, как говорят, для того, чтобы он насыщался кислородом воздуха. Но здесь производители трихоцина, они говорят о том, что он тоже начнет действовать там тоже где-то только через две недели. Или через неделю, я точно срок не скажу. Посмотрите, они давали, тоже они давали рекомендации свои. Вот. И вот за этот период трихоцин, во-первых, подавляет патогены, которые там есть. Далее, значит, количество его там в почве увеличивается. Вот. И дальше они его начинают применять уже именно для профилактики вот этих вот болезней. Вот. Ну и что еще? По… Сейчас, секунду, секунду еще, значит. На что еще хотел бы обратить внимание? Значит, это на способности, вернее, на способности, это на правильное внесение, на правильное внесение удобрения. То, что я говорил уже. Значит, это по конечному объему. Носить только по конечному объему, который мы получаем уже фактически после той технологии, которую мы применяем. Значит, в докладе, который я делал, значит, рецептов, почему мы еще сами делаем субстраты. Значит, сейчас я, вот, если на экране, это сейчас, секунду, вернусь. Так, если на экране откроете, вот, я экраном делюсь своим. А здесь у нас идет расход удобрения смокод при различных видах перевалок, да? Значит, обратите внимание, там я давал коэффициент технологического уплотнения. Это двоится звук. Вот, значит, что-то у меня со звуком. У кого-то еще. Раз, 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 отлично. Не, нифига. Не, нифига. Раз, вот, хорошо. Смотрите, значит, что, что, о, а где моя демонстрация, экрана моя ушла? Ладно, я так открою. Значит, смотрите, значит, здесь у меня перечислены рецепты разнообразные, которые мы используем. Подождите, у нас Татьяна Васильевна зачем-то своим экраном поделилась, а не вы. Да, ну, меня, мой экран видно? Нет. Убрала, убрала, да? Убрала, у меня нет уже. Да, Володь, поделись, пожалуйста, своим экраном. Ну вот, видно мой экран сейчас? Пока нет, только те, да, видно. Пока меня видно, демонстрация экрана, вот даю. Сейчас, секунду, вот. Совместно используют голову, видно? Совместно используют голову, да? Вот, теперь отлично видно. Теперь отлично. Да, смотрите, вот это та таблица, у которой, ну, та таблица, значит, у моего агронома, у Оли, я ей сделал, называю это рабочей таблицей агронома, значит, она у нее работает в идеале. Ну, это выжимка, так скажем, из этой таблицы, то есть она у меня подставляет определенное количество, сейчас я, секунду, она у меня подставляет определенное количество, да, елки зеленые, то, чего она вносит, а вот у меня производство, секунду. Так, сейчас, секунду, я найду одну секунду. Так. Ничего, ничего, мы ждем, мы как раз смотрим таблицу пока. Да, 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 смотрите эту таблицу пока. Так, тихо, где работа? Сейчас, нет, я не знал, как делиться этим экраном, поэтому я не приготовил себя на рабочем столе это все. Так, сейчас она называется «Таблица для Оли». Обыкновенная таблица для агронома. Она туда подставляет количество растений, которые смогли посадить с определенного объема торфа. Далее количество перлита и высчитывает у нас фактический расход торфа, высчитывает коэффициент и дальше высчитывает поправку, которую мы должны дать на внесение всех этих веществ. Володь, можно увидеть? Я правильно вижу, что у вас 65% коэффициент уплотнения? Да, это мы брали средний коэффициент технологического уплотнения 65%. Смотрите, то, что касается физических свойств торфа. Преимущество торфа в том, что именно сфагнума торфа, то, что его можно уплотнять при коэффициенте 1,2,5, это то, что делают наши производители. И он за счет того, что там именно сфагнум, то торф у нас восстанавливается до исходного объема при распушении. Это преимущество торфа, то есть это логистика. Возить торф распушенный, это больших денег стоит. Это одно из преимуществ торфа. Здесь еще по качеству торфа можно судить. Чем выше коэффициент распушения торфа, тем больше в нем сфагнума того, который нам нужен. Именно верховой торф мы его берем из-за того, что он сформирован сфагнумом. Чем больше древесных остатков в торфе, тем хуже качество торфа, тем меньше его будет коэффициент уплотнения. На это тоже нужно обращать внимание. Ну и еще, на что нужно обращать внимание по торфу? Не буду называть производителя. Владимир Владимирович, можно еще такой вопрос? Это к вам и к Татьяне Васильевне, наверное. Ну, понятно, что раньше мы всем мешали руками, кто-то сейчас мешает руками. У кого-то стоят разные машины для распушения. Вот какой коэффициент при ручном распушении и какого коэффициента можно добиться при распушении машины? Ну, смотрите, значит, вы себе запишите там такую еще интересную вещь. Запишите GreenTalk.ru. Ну, Green – слово, знаете, как? Т, а дальше английское. Т-А-Л-К. Ну, английский. Вот, точка.ру. Это форум. На нем находится форум. Там и гидропончики, и тепличники. И там кого-то только нет. Вот, и они эти темы обсуждали. Буквально, как бы я иногда смотрю, смотрю у них, у них так профессионально интересно. И вот товарищи, которые пишут, вот я торф там распушаю руками. Вот, но долго там не технологично. Ну, еще раз скажу. Я говорил сразу же об объемах производства торфа. У нас, получается, до 4 миллионов литров торфа мы используем у себя в елы-палы. Это получается, это общий объем торфа, так скажем, там где-то в контейнерах у нас получается. Вот, это до 4 миллионов литров. Размешайте это все. Вот, дальше. Если вы планируете делать бизнес, то машина торфа смесительная должна быть в каждом питомнике. Вы можете начать скип. Вы можете начать скип. Я скип дальше. Но затем вы пойдете на БигБЛ, опять же, на каком-то периоде, вы можете еще, если машина на тензодатчиках у вас стоит, вы можете поработать с этой машиной. Дальше вы уже покупаете полноценное оборудование для себя, для распушения торфа. Но это та основа основ, которая должна быть. Играться. Еще раз. С чем это связано? Равномерное распределение удобрений внутри субстрата. Вы получаете равномерный урожай. Вы получаете растения как под расческу, так я их называю. Как после парикмахера. Поэтому, ну, играться, заниматься бизнесом и не иметь такой машины, ну, я не понимаю этого. Тогда для чего им заниматься этим бизнесом? Тогда это дачник обыкновенный, а не питомник. Дальше, значит, возьмите, если почитаете мой доклад. Так, 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 знаешь, дачники, мы еще просто не заработали, как вы, успокаиваете. Не плачьте, не плачьте, не плачьте, не плачьте. Просто, еще раз, еще раз. Первое. Что самое главное в нашем питомниководстве? Это на первое место я поставил бы. Ну, не качество растений сюда, качество растений само собой. Субстрат само собой. Вот. Это самое главное, это выполнение работы в четкие агротехнические сроки. Выполнил в агротехнический срок, получил. Не выполнил, не получил. Посадил вовремя, вовремя выпустил растения. То есть, даже производя малый объем, у меня в голове должен быть производственный план, что к такому-то сроку я должен вырастить растения. Для того, чтобы я их вырастил, должен сделать вот тут. Но это производство, а не тема разговора. Но, опять же, применение машины позволяет получить субстрат по рецепту тому, который мне нужен. Раз. Второе. Внести своевременно изменения, то, что я могу сделать. Внести своевременно изменения. Здесь я могу поиграться. Дальше. Если производство у нас растет, мы уже дальше выходим, мы хотим поиграться уже где-то индивидуально с растениями. То есть, вначале мы работаем на всю партию растений, используем осмокод, экзак, стандарт. И мы используем его, потому что он лучше всего подходит для растений, которые у нас универсальные. Затем мы хотим уже дальше поиграться с чем-то. Я уже должен, то, о чем я говорил, я хочу поиграться с торфом. Я уже закажу, допустим, я уже субстрат с разным количеством резаного, разного количества фрезерованного торфа, хочу внести какие-то удобрения тогда, когда мне их нужно. Я хочу внести какие-то добавки. Ну, допустим, добавки. Я не говорил о перлите, сейчас на перлите остановлюсь. Значит, хочу я внести какие-то добавки. Пожалуйста. Я внесу их в том количестве, которое мне нужно. Допустим, тот же самый Глеб использует у себя перлит в объеме 40%, торфа 60%. Кто-то считает, что для его культуры, если он его производит в большом количестве, ему интереснее использовать чистый перлит, допустим, для укоренения. Кто-то использует другие пропорции, а кто-то использует вообще чистый грунт. Понимаете? Поэтому, если он подходит под данную культуру, и его объемы позволяют так играться, ну, пусть играется этот человек. И если это дает коммерческий результат, то почему этого не делать? Мы делаем. Мало того, я еще расскажу, что на сегодняшний день мы продали все машины, которые у нас там были импортного производства, и мы ушли на российского производителя. Потому что стоит компьютер. Захотелось мне не поэкспериментировать, а применять тот же самый Фибазорб. Но в эту машину реализовали насос-дозатор. И мы уже можем спокойно работать с тот субстрат, который нужен нам. Сейчас надо будет наносить триходерму. Триходерму нужно будет носить водорастворимые удобрения. Пожалуйста, я делаю раствор, ставлю еще один насос-дозатор, и я буду получать то, что я хочу получать. Потому что все-таки Фибазорб, его интереснее вносить отдельно. Именно в концентрированном виде. Тогда я более точно получу, потому что Фибазорб там всего-навсего 150 грамм мне надо вносить на один замес. Поэтому уносим. Доклад не могу найти на сайте. Ну давайте, я выложу его там или на облако, или найду его сам, дам ссылку в клубе Тепетонниководов. Хорошо? Владимир Владимирович, я вернусь к 65%. В этом году вот мы отсадились. У меня коэффициент получился 82% при ручном. При ручном. Люда, смотрите, значит, у вас коэффициенты получатся 82%, потому что форма горшка по розе, высокого горшка, она не даст вам того уплотнения. Смотрите, когда мы сажаем более широкий горшок, более низкий горшок, у нас коэффициент уплотнения, я беру 65%, это наш средний коэффициент, который у нас вышел по нашему предприятию. Это не то, что там по розе. По розе выходит меньше, по розе, вернее, коэффициент выходит больше уплотнения. Вы слышите, я говорил о технологии. Допустим, по 2-литровому контейнеру уплотнения будет больше, по 3-литровому уплотнения будет меньше. Не-не-не, Владимир Владимирович, я не к тому. Я просто думала, что раз вы имеете хорошую технику, и посадочные машины, и торфоразмешиватели, я почему-то думала, что у вас как раз-таки средняя по больнице будет повыше. Вот исключительно это. Средняя по больнице выходит у нас 0,65. Все, поняла, поняла. Почему-то, видишь, я с этим не сталкивалась, и почему-то теоретически думала, что у вас должно быть там около 75-80% среди. Смотрите, 75-85% это выходит при машиной посадки. А поскольку у нас крупный контейнер и машина крупная, мы только там планируем, допустим, у нас есть машина до 7 литров, а более крупный контейнер, мы его все-таки переваливаем вручную. А там, где ручная перевалка, там все равно будет коэффициент уплотнения немножко больше, чем при всем остальном. Ну и там и стеночка поуже, зазор меньше. Вот получается сильнее. Все, все, я теперь поняла. Да, вы поняли. Владимир Владимирович, еще раз вопросик, на который мы немножко ушли. Выход из прессованного ББЛа, заявленных кубов, в готовую продукцию в контейнерах, там средняя по больнице, на машинах и на ручном. Есть какие-то показатели? Дим, смотри, я считаю, что первое, значит, там ручное, значит, распределение. Здесь для меня показатель, ручное я не делал. Почему? Потому что ручное, как бы, ну, я даже не стал бы с ним связываться, если честно. У нас другие объемы, мы просто не успели бы. Вот, экспериментов этих, я сразу говорю, я этих экспериментов не делал. И не буду делать, объясню, почему. Потому что если мы будем торф мешать вручную, да? Ну, понятно, я думал, что, может быть, у вас есть какой-то некий предыдущий опыт. Нет, 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 нет. А кто того, как вы стали работать с машинами? Нет, 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 начали, предыдущий опыт был, он связан, прежде всего, вручную. Невозможно размешать равномерно удобрения, разнести равномерно. Вот, это первое. Второе. Меня больше интересует коэффициент распушения. То есть, я сейчас к чему веду разговор? Что сколько мне нужно закупить бэкбэллов, заявленных с производства, да? И сколько я получу готовой продукции при механизированном выходе, да? И при ручном. То есть, грубо говоря, есть план посадки, условно говоря, 10 растений. Сколько мне нужно заявленной от производительности? Володь, давай я скажу по-русски, что хочет спросить у тебя Ферцер. Он хочет спросить, например, он взял бэйл трехкубовый, да, как заявлено у нас. Распушил его руками и получил два куба. И он думает, кого ругать, поставщика или свои кривые руки? Или машину надо покупать? Правильно, Дим? Значит, смотрите, мы работали, в данном случае я конкретно, я назову компанию, значит, компанию, с которой мы работали, продолжаем работать, ну, как бы доволен. Это не реклама, это констатация факта, еще раз. Значит, смотрите, это компания, та же самая Вилтурф. Я видел Юлю там, значит, смотрите, один момент какой-то был там, то есть когда ребята перешли, купили новую линию, да, купили новую линию, у меня начал получать коэффициент, у меня поплыл. Значит, я, и почему я беру, почему я беру эти коэффициенты? У нас статистика по коэффициентам, она ведется четко. И каждый день по питомнику, значит, у нас передаются данные, да, данные товароведам, значит, передаются данные по расходу, абсолютно каждый день, по расходу торфа. Значит, эти данные, они идут в таком виде, сколько контейнеров посажено, сколько торфа израсходовано, сколько перелита и всего остального. И тут же выходит коэффициент уплотнения. Значит, коэффициент уплотнения контролируется, ну, это тот коэффициент, который нужно контролировать, то есть здесь многоуровневый контроль. Его контролирую в течение дня я, то есть минимум два раза в день мы делаем контрольную проверку, то есть берем один замес и получаем с него количество растений. И дальше я уже пересчитываю коэффициент уплотнения. Вот, вечером передается девчонкам, которые смотрят коэффициент уплотнения и вносят эти данные в 1СУПП. Вот, далее для чего нужно? Для формирования себестоимости, ну и дальше для контроля. Если только он превышает где-то, сразу же сигнал. Владимир Владимирович, если меня там не было, или я где-то проглядел, у нас проблема. Какая проблема? У нас коэффициент уплотнения такой-то, вот, и я начинаю разбираться. Почему у нас коэффициент уплотнения, допустим, ниже, чем тот, который у нас средний был? Вот, ну, как правило, это связано, связано чисто такая технологическая, не технологическая ошибка, а ошибка операторов, которые, которые там или же поставили, сделали замес торфа и не использовали этот день, а вписали его в ведомость и, получается, торфа потратили больше. Ну, то есть, вот, чисто такая ошибка техническая, вот. То, что касается торфа. Но, 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 когда Вилторф перешел на новую технологию, то есть, в любом случае, настройка техники новой, на которую они перешли, у них хорошая линия, у них классные материалы, которые они применяют для упаковки. Вот, они, они перешли. И способы измерения, способы измерения плотности торфа, да, там они тоже, и распушенности, они тоже там, они такие интересные. Есть стандарт наш, есть стандарт немецкий, вот, по которому измеряют, есть там стандарт, ЕСовский позже появился стандарт, вот, как бы стандартов много. Вот, они измеряют по стандарту европейскому на сегодняшний день. Но, какие-то показатели, они не имеют права измерять по стандарту, то есть, по техническим условиям своим, но какие-то стандарты, только наши гостовские у них могут применять. Вот, когда накладывается один стандарт на другой, вот, там получается, могут получаться недоразумения. Девочкам я сообщил об этом, вот, моментально, то есть, это была буквально там одна машина, в течение там одной машины внесли корректировки, они внесли тут же корректировки своего оборудования, технологии их внесли, вот, увеличили они там количество торфа, которое они там насыпали, вот, увеличили там прессовку до определенного размера, все, мы начали получать торф в том количестве, которым мы хотели бы. Ну, вот, мы закладываем для себя 0,65 – это коэффициент нашего технологического уплотнения по предприятию в целом за сезон на всех видах культур. Но, опять же, еще раз, если, допустим, там, если мы берем Татьяну Васильевну, у которой, у которой получается, там, C3, допустим, выпускается C3, да, у нее свой коэффициент уплотнения будет там для C3. Для C1, может быть, там другой коэффициент уплотнения может отличаться, может быть, точно такой же, но она лучше, она лучше ответит, вот. Но у нее на каждом предприятии свои среднесложившиеся коэффициенты уплотнения. Также это зависит еще от влажности, до которой торф мы мочим. Чем влажнее торф, то есть, перевлажнение торф, коэффициент уплотнения, естественно, мы получим ниже. Ну, и с влажным торфом, опять же, тоже с влажным торфом работать не совсем нормально, потому что с перевлажненным торфом, не с влажным, а с перевлажненным торфом работать не совсем интересно, потому что чем более перевлажнен торф, тем более он склонен к разрушениям во время перемешивания и тем тяжелее внутри него распределить эти ингредиенты. Ну, по торфу, по влажнению торфа, значит, ну, как бы я… Можно я тебя перебью? Юля Абрамова просит добавить еще ответ на вопрос Дмитрия. Юль, ты на связи? Можно она тебя дополнит как раз? Да, добрый день, я слышно меня? Да, да, Юра, слышно. Я просто хотела, да, Дима, я так понимаю, задает вопрос по коэффициенту распушения. Сколько получается из упакованного субстрата в распушенном виде? И я бы здесь дополнила немножко ответ, все абсолютно правильно вы говорите. У каждого клиента у него результат будет свой. Это зависит от многих факторов. Первая степень разложения торфа. Если мы с вами работаем по торфу низкой степени разложения, он слабо разложился, в нем эта клеточная структура сохранена. И плюс мы добавляем резной торф. Но мы мешаем 30% резного и 70% фрезерного. То коэффициент распушения будет больше. У некоторых клиентов 10-15% они закладывают сверху, но у них есть посадочная машина. У кого ручная, максимум это 20%. Если мы работаем чисто на фрезерном торфе, без резного, у вас уже коэффициент распушения будет другой. Если степень разложения выше, фракция мельче, совершенно другой. То есть это индивидуально, у каждого есть свои рецептуры, которые он регулярно применяет, и каждому необходимо один раз рассчитать и дальше с этим коэффициентом и работать, и планировать. Потому что даже та же фракция 0,10, мы берем состав с перлитом и без перлита, уже коэффициент распушения будет разный. Со смачивающим реагентом без, влажность выше, влажность ниже. То есть очень много факторов на это влияет. Поэтому, Дим, одного какого-то там закладывайте 30%, одного ответа вы не получите. Если у вас фракция 5,20, то вам можно заложить процентов 20 максимум. У Люды в этот раз тоже получилось 20%, хотя она очень переживала, что очень сильно спрессованные, трехкубовые пойдут, и она закладывала больше. Там, по-моему, 35% она закладывала. Да, да. Ну, Юль, расскажи, если хочешь, по-моему, потому что у меня еще был момент... Конечно. Мало того, так у меня еще и глина же добавлена, да, и то я вышла, представь, на 20% и счастлива до небес приручном. Потому что мы в этот раз поменяли фракционный состав. Мы добавили фракцию 15,40, мы добавили пушицу, чего раньше мы не делали. В предыдущем варианте у нас была фракция 5,20. Поэтому здесь нужно опытным путем у себя каждому определять и дальше использовать в планировании. Юля, а вопрос такой... Ну, мы сейчас с вами готовим еще одну партию. У нас заложено фрезерованный и резной торф. Или у нас какой-то только отиток. Да, Керцер, что ж ты не обсудил это с технологом. Сейчас он тут начнет. Давайте. Смотрите, Юля, еще раз, Юля, Юля добавила абсолютно точно, еще раз, еще раз. Значит, от насыпной плотности торфа, она тоже коррелирует со способностью торфа к самовосстановлению. Чем ниже насыпная плотность торфа, это сразу же мы глаза закрыли, и мы представляем для себя резной торф, низкая степень разложения. Степень разложения до 15%, это та степень, которая у нас идет по ГОСТу на торф и торфяные субстраты. И почему еще 15%? Потому что в этом торфе лучше, тот торф с низкой степенью разложения 15%, значит, в нем лучшие характеристики по распределению пор воздушных и водных пор. Если вы в паспорт заглянете, это где-то до 95%, это поровое пространство внутри этого торфа. То чем мельче будет фракция торфа, это уже мы уходим в сторону торфа фрезерованного, естественно, способность этого торфа к распушению, она будет меньше. Поэтому и с этим связано еще и время приготовления субстрата. Если субстрат мы делаем сами и в машине, мы его или разрыхляем, или мы его добавляем в него питательные вещества. В зависимости от времени приготовления субстрата, количество частиц торфа мелких, оно будет расти. И оно прямо связано со временем приготовления торфа. Далее, оно будет расти, если вы перегружаете машинку торфосмесительную. Основная рекомендация – это не более 75% от заявленного объема машины. Если машина у нас кубовая, то мы можем туда насыпать не более 750 литров торфа. То есть, образно говоря, 3 кипы, если эти кипы виллторфовские, 3 кипы по 250 литров. То есть, очень удобно, подчеркиваю, очень удобно работать, если небольшое предприятие, не хотим покупать машину какую-то продвинутую на тензодатчиках, для того, чтобы со шкафом. А вот покупаем машину в самой простой комплектации, без тензодатчиков, 3 кипы мы кидаем, 750 литров. Все, торфа кинули. По нашему рецепту добавили туда перлита, дальше уже добавили удобрение, получили нормальное распределение. Не перемочили его, на выходе получаем торф, который у нас будет хорошо распушаться. Если торф только перемочили при его распушении, мы сразу получим переуплотнение, моментально мы получаем переуплотнение. Общие рекомендации, с которыми сталкиваемся, это от 30 до 40 литров воды на куб торфа. На куб торфа мы льем в распушенном виде. У нас машина стоит на тензодатчиках, поскольку литр воды равен 1 кг, мы условно берем, то оператор контролирует, можно по расходомеру, по счетчику, можно по весу. У нас машина на тензодатчиках, поэтому мы контролируем по весу. Нам тоже очень удобно. Владимир Владимирович, можно скажу свое. Вот смотри, я когда в прошлом году отсаживалась в С30 и в С40, я и сделала ровно такое же увлажнение было. Что по итогу, при том, что стояла фертигация, мне настолько было сложно осуществить пролив после посадки, что в этом году я его прям максимально увлажнила и наконец-то нормально. Люда, это опять же у нас зависит от горшка. Зависит от формы горшка, зависит. И плюс еще. Я бы не переувлажнял бы. Для этого. Опять же у нас идет последовательность. У нас идет последовательность и смачивателя. Так что смачиватель нам поможет увлажнить этот субстрат. Значит, если у вас этого нет, то я рекомендую. Вилторф и другие производители делают торф со смачивателем. Если у вас нет возможности реализовать при приготовлении раствора, рекомендую заказывать. У нас проблемы этой нет. Поняла. У нас проблемы нет. Мы смачиватель добавляем сами. Но смачиватель позволяет эти вещи реализовать. Плюс еще по торфу, по особенностям торфа, которые в литературе тяжело вам будет найти. Это вероятность самосогревания торфа. Если мы смотрим те же самые технические условия, мы видим, что влажность торфа должна превышать 65%. Но не должна быть меньше 65%. То есть это та середина. При влажности торфа менее 65% торф у нас будет самосогреваться. Особенность у него такая. При влажности выше 65%, при влажности 65% торф у нас будет в этом отношении более инертным. Значит, самосогревание – это у нас восстановительная реакция. Там ионы железа в торфе у нас присутствуют. И получается трехвалентное железо у нас восстанавливается до двухвалентного железа и становится катализатором для этого самосогревания. И торф у нас начинает греться. Что происходит у нас при повышенных температурах? При повышенных температурах у нас торф начинает… Это уже дальше у нас идет реакция биохимическая. То есть азотные эти бактерии начинают работать у нас быстрее. Значит, начинается у нас… У нас выделяется там этилен и торф у нас до токсичного количества, до токсичных объемов. Значит, и в итоге получаем мы токсичный торф, в котором ничего нельзя сажать. Поэтому за торфом и за его состоянием на предприятии нужно следить. Это место в тени обязательно. Это бигбелл у нас тоже не должен там перегреваться. Почему? Перегревается бигбелл, ускоряются реакции. И дальше у нас, значит, торф… Дальше у нас качество торфа ухудшается. Далее, значит… Посогреваем. Наблюдаем иногда, но даже не иногда, а часто достаточно, что… Наблюдайте перегрев внутри контейнера на площадке, повышение температуры выше средней температуры воздуха. Опасно, не опасно. Дима, Дима, сейчас я тоже на это отвечу. Давай так. Значит, это у нас будет «Б», а я дальше расскажу. Значит, смотрите, что еще… На чего не нужно бояться? Бояться после того, как мы вскрываем торф. Срок хранения торфа не должен там превышать где-то полгода. Это срок, при котором качество торфа не будет у нас ухудшаться. Теперь к твоему вопросу. Ты наблюдаешь перегрев внутри контейнера не за счет биохимической реакции, а за счет солнечной активности. Ты наблюдаешь перегрев в контейнере. Это никак не связано с качеством торфа. Это связано только лишь с тем, что у тебя контейнер стоит на солнце, и он перегревается. Здесь что у нас? Это первый ряд, как обычно, первый ряд, который на солнце стоит, не притеняется. Если ты возьмешь следующий ряд, там будут другие вещи. По этому вопросу, если вы хотите посмотреть, делал доклад интересный и с интересными источниками. Делал Леша Цепляев, Цепляев Алексей. Посмотрите, на сайте АППМ этот доклад у нас тоже висит. Он рассматривал влияние температурного градиента, как изменяется температура от края контейнера к середине контейнера. Он рассматривал эту тему. Если смотреть более широко, это влияние температурного градиента на питание растений, это уже можно будет посмотреть. Это делают производители Осмокота. Они дают поправку на тепло относительно выноса питательных веществ из их удобрений. То есть там Осмокот четко коррелирует с изменением температуры. Если там еще кто-то хочет глубже закопаться в эту тему, значит, Леша указывал там источники, с которыми он работал. Плюс, если кто-то еще хочет глубже закопаться, это, пожалуйста, мой доклад, который я делал. Там, по-моему, сейчас я скажу, сколько источников. Сейчас я даже скажу, мне интересно, самому. Там 28 источников. То, что касается торфа. То есть все, если есть какие-то вопросы, и на них не было ответа, значит, там, пожалуйста, все, там это все есть. В любом докладе самое ценное, я считаю, это или аппендикс, там это таблицы, которые экспериментальные, они в конце бывают, или же в любом докладе это список использованной литературы. Потому что доклад, не любой доклад, даже наше сегодняшнее обсуждение, это только такой шаг, это мы даем направление друг другу, чего мы не знаем и что у нас идет.